Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Сидмейрс Цивилизейшн 5. Партия на восьмерых и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай против Биохазарда, который играет за Данию, Сириуса, который играет за Кельтов, Власа-222, который играет за Ирокезов, Вайпера Димы, который играет за Россию, Торилиса, который играет за Инков, и Винкс оф Либерти, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилась длинной, да и вообще, в принципе, невозможно выложить все сразу. Так что, если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте, и, может быть, вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть в верхнем правом углу, такая круглая белая кнопка с буквочкой А, и жмите на нее, и, собственно, перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников, что бы они ни делали, приветствуется только критика, вежливая, вида «зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано», или «я бы на твоем месте вместо Альгамбры Ноттердам построил». В общем, общайтесь вежливо, и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. На здоровье. Еще один отхил. Воюйте на здоровье. Где спасибо? Мы благодарны. Брид, просто. Сириус, ну и что ты не ставишь от крепости? Не, ну откуда столько отхилов? Ну они слабы же убивают, ты сам видишь. А, ну ты вообще четкий. Поэтому ты много раз стреляешь, и он, соответственно, много опыта получает. Офига себе, я туда к биохазарду приплыл. Ван, как у него еще соляной старт. Так у него опять соля есть, да? Я об этом говорил уже, это что-то. Ну, блин, ему все равно помешать никто не может. Блин, у столицы такая ровненькая, но доставил, конечно, три лошади, три пшеницы и две соли. Ну, офигеть. Я тоже порадовался. Ну, блин, помимо этого, вот все, вот закончил, вот обработал все эти клетки и больше нечего обрабатывать, абсолютно просто ровнина голая, без рель, без ничего и все. У меня бы ваша проблема. Я там, да, так, давайте мы покаторием не будем. Вот ферму терраску в Тианапане построил. Циркушу сначала. Тут я починю, в принципе. Тут Пекине циркуш, надо. Нормально фермер была. Здесь, кстати, надо. Для себя стараюсь, конечно. Не, ну, вот и столицу просто так не возьмешь в любом случае, а не надо так. Столица, да, там вообще весело. И стена, и озеро это не в тему. Если бы не озеро. И еще 20% защиты возьмем. Я вот думаю, тут мне город ставить? Тут неплохо. Неплохо. Он и до овец до всех дотянется, и до пшеницы. Ну ладно, потерплю немного, что поделать. Ладно. Просто хочется, может, еще и сюда куда-то поставить. Вот, например, сюда, ближе к Ирокезу. Да, ну хоть один ход-то нормально пройдет. Да, ну воеваем. Нет, после того, как в лаз заходит, он нормально проходит. Он вылетает через ход, обычно. О, хоть одного убил. Достижение. Так. Продолжаем строительство дороги. Тут еще производство. Очень неплохой у меня город Нанкин. Мне нравится. А как там у кого вообще золото? Что за фигня? Что за? Заткно показывает, что я, что у города 0 хп, и тут раз ударяюсь, и у него хп восстанавливается обратно. Зато я все продать успел. Отлично. Датчанин первый по армии, инк последний. Ну, извините, тут как бы у меня была вторая армия. Потом их сложилось немного. Я в шоу не протонула. Не, ну, композиты просто отъезжают с двух ударов. От текенеров я не успел выйти. Сейчас я судорожно вышел на мячник. Как насчет рабочими строить форты? Да, форты, то есть, мне помешали бы вызвать Иванаку. Мог бы настроить. А где они вообще открываются? Еще не успел. А в этом инженерном деле. А, да, я только еще инженерное дело не открыл. Так все хорошо. Замечательный просто, я бы сказал. Контролирует тут. Ну, так, ходов 20, я еще поживу. Минимум. Просто из-за особенностей. Что у нас с населением? Так что, как там кого золото? У меня тут, в принципе, небольшое количество золота. Последнее. Может, разлить огонь еще ходов на 10. 7, 7, 6, 6. Насколько она золото? 4, 4, 5, 5. Ну, типа, что-то вроде 120. Ничего себе. Небольшое. Или большое, да? Не успел передвинуть. То есть, через ход, да, у нас. Пусть они меня с русским китайцом разделят уже тогда. Ну, что сейчас просто разделят? Ну, ты как-то сопротивляйся тоже. Ну, я буду сопротивляться. Ну, вы им нападете на меня. Там, ну, не выдумываю. Ну, что это будет за игра пока? Давайте тебя поделим. Давайте еще кого-то поделим. Ну, я просто сейчас воевать вообще не готов. То есть, мне это настолько сейчас тяжело будет. Знаешь, русский там развитие с Викторией в традицию. Ну, дело в том, что у меня практически нет холмов. А еще и в три города, понятно. Ну, как у тебя нет холмов? Я вижу, твой Новгород неплохой город. Ну, вот он потенциально неплохой. А сейчас у него один холм. У меня в Новгороде где-то библиотека строилась 25 ходов, показывала. Пока я хотя бы не скупил хоть один холмик. А потом... Ну, как? А если хочет золото немножко отсыпать? Или не отсыпать? Ну, к примеру, я для Био ни одного чуда не построил. Молодец. Старался. Блин, так тут у него к тебе не такой же большой проход был? Вот он справа от Антона Нарива, получается, город твой захватил, да? Ну, да. Слушай, ну тебе Куско нормально защищать, чё ты? Он только с двух... Да, я говорю, я Куско, я Куско защищаю. Но всё равно я его не бесконечно смогу защищать просто из-за слабости своих юнитов в сравнении с его. Ну, как бесконечно? Я не думаю, что Био будет на тебя бесконечно нападать. Всё такое. Так, ну что, Власт, ты готов заходить сейчас? Да. Сейчас, один момент, я скину. Вы там повоевали? Подожди, вы повоевали? Да, всё-таки, мы закончили воевать. Заходи. И он принял религию, но я... Куско проход узкий. Нацколледж один сходов. Ну, я все равно что-то уходов на 5-8 позже. Ну, а чё он тебя вообще 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 сносит, всё? Нет, не всё. Спускай я держу. Ближайное время, я считаю. Нацколледж. Нет, ну ты один город не отобрал. Надо. Ну, один сходов хотел был разум, конечно. Ну, тоже остатки. Четыре города, поэтому очень больше городов для национального чуда, тем дольше оно строится. Нет, надо отправить своё развитие. Ну, я доотправить рабочих тут. Не знаю. Не фабрики, блин. Не фабрики, а шахты построить. Я как-то долго. Во всех городах. Танцколледж нужен. Почему? Ноль секундочный сейф. Ноль сейф. Нормально. Сейчас, подожди. Хочешь. Сейчас так, скажите, хоть или нет, чтобы я мог начать ходить. У меня ничего не вводит. А. Ну, пошло. Хоть не начался, господи. Там же видно. Всё пошло. Внизу ещё такое. А, там у меня Юнтища осталась. Дима Целочь. Ещё 105 золота, там кто-нибудь сможет подогнать, или нет желающих? Я тебе могу подкинуть 50, и пусть 100 лет ещё подкинуть 50. Вот, познавательная страничка. Харальд I правил в X веке Дании, частью Норвегии, и объединил враждовавшие датские племена в Единое Королевство. Подразумевается, что блютуз делает то же самое с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стандарт. Вот так вот. Поэтому блютуз. Блин, ещё то, что я тебе серкеры на 3-5 ходил, это вообще не блюту. Так и не догадаешься. Чё-то прям это. Карелиз, договаривайся с кем-нибудь. А Фиоп тебе может выбрать 50 монет. Секунду, я тут на производство поставлю. Так. Ну чё, кроме Фиопа... Ну производство, производство, пускай. Влас, как там у тебя? Или Лёша? Я не дам. У меня не ма. Это кто говорит? Россия. Ну вот у Власа есть. Влас, ты там. Ты там как? 50 монет. Кто держит биохазер, то просто дают. Чтоб немножко подождать его. Поджать. Да. Надо выносить ирокеза. Меня ж просит био, чтобы он не лагал. Ну дай там, и Фиоп. Скинешь мне тоже. Сейчас. Сейчас. Что, думаешь, Меткалук тебя спасёт прям? Который взлетает чуть ли не с одного удара от Берсерка? Нет. Я куплю на него мечника. Или ещё что-нибудь. Или Меткалук. Блин. А. Перестал... Русский, он может эта коляска ещё войнук вам тебе объявить? Инку. Гуанчжоу всю круче и круче. Кому я их даже не нашёл его? А, ну окей. А, вот тебе нашёл. Ну я объявлю войну, и моя коляска сляжет так же за один удар. Так, поэтому сложно еду, хватит, я думаю. На производство лучше. Он вот так покатит? Так. Сейчас там здесь есть только так можно. И здесь тоже только так можно. Вот, вот на приходу уходит, у неё-моё. Пи-и-и. Пи-и. И тут. Так, окей. Я пока не буду стоять в город, пока нас Oculus. Коля генерал есть. Пикиним построиться. так что у нас среди блин я 5 баланса уже нету здесь и раке с 6 так тут я дорогу хотел строить обка то есть по что мне вообще спасти может как-то пока ничего нет тебя может спасти только постоянное строительство армии ты можешь да я строишь лучников ставишь вот закуска закуска устанавливаешь а этом ходу атаковал же это 3 лены как био чё с дела или наши в смысле это ты меня атаковал но ты меня передать на этом ходу атаковал ты три ремы это на прошлом было значит на это вещи не ходил есть только ватсапе кей что-то тут не так читы пошли это неспроста знаменитый щит и био устанавливаешь закуской до представить когда ты говорил сначала сначала подумал что это имеешь ввиду хобби о cron аллах пусто как и еще залат ждем один ход уже быстрее нац колледж будет давайте-ка купим блин хочется копить именно что на об правильно говорит хотя сколько у меня этих она зато теперь появился опыт игры против дания а у меня один композит пока ну 7 сюда не лучше не играть 70 она его я там подстраиваю начале вот и без опыта 1 на 1 на 1 на 1 до на 1 на 1 ну тут у меня такая местность что это один на один как видите пока не очень получается будет инженерное дело и 11 ходов чушки ну вся 466 с этим у меня все нормально 5 не жалко что конечно он еще библу урвал айрон воркин взял да так я думаю ты посмотрел там сразу да я смотрел сразу но как бы так был то что ты в ту ветку идешь да берем осенинку сжигаем ставим свой город гранд ривер 5 блин соли ну знаю по поводу гранд ривера еще производства но заканчивай шесть ходов все равно так ну даже ну как так это еще защитником веры совсем прочее это кстати у ирокеза вот это все дороги ему не надо дороги сами по себе строить вот это вот все обучается у него соединены дорогами этого ему нету смысла там вырубать лес и так далее но осенинка берется более-менее чем может мне вообще вот отсюда атаковать через шанхай надо подумать будет какие-то тут странные территории откровенно и все там это бонусы я просто смотрю как атаковать то и не 20 процентов 20 25 вланд измельчал это можно консервирование уже строить шанхай а на ванде много кто стоит какой останется только biohazard но еще там кто то ли эфиоп то ли русский нет я не на воде я как раз спрашиваю я не на воде но еще у вас на воде но он как бы там его с воды не взять никак к примеру может в шанхае построим караванчик на золото опять подпуск не нормально нормально петра восемьдесят первый ход сколько уже четыре хода не вылетал кто-то не спешит ачивка таки а все эти четыре хода не заканчивал ход может ну и где мой отхил это помогает попробую и дальше так делать ну и где мой отхил то только у меня есть они так дорога соединина я все думаю что такие это фигово перемещается ответов сам дорогу разгребал и забыл все на три клетки берсеркер бегают действительно средневекове так сушить а ироки же давно вышел средневекове же место нет возле твоей столицы куда встать вообще ну классической эре сейчас водится видимо начать мне так плюс 8 сразу счастье стало много кстати со всеми эти бонусами атака мечник и берсеркера сравнялась даже конечно же печально только нет не сильно поможет все равно да построим на на золото караванчик не помешает ну или же нам кинп и ну право нам кинп смыслу сейчас увидим честно говоря давайте глянем что тут у нас суть потом телодвижением не зря да за биохазардом такая равнина тундровая просто общение как я нашел-то меня бессмысленно корабликом приплыл бессмысленная тундровая равнина коту биохазард два города его очень просто берутся с воды банально глядами и все если кому интересно да это если бы кто-то был на отшибе мог бы себе позволить пойти в голиасы то конечно это было бы замечательно но ну вот так знаете мне еще оракул был бы неплох я тоже негодую а рак уже туда построил что ли не ну да я прожимаю 5 секунд лак отходит не делает одни заговоры так тут дорога уже есть сколько мне четыре хода осталось до нацколледжа караванчики понятно до танцевать этой столице а что ты мириться не хочешь хочешь танцевать или чё шестой же тоже нам можно четыраке строит армии тюрьмы к армии настроил что как бы все уже да но если он на меня не нападет взлом чекану и понять что я думаю он обрежете на антон на риву захватить еще конец к гащику так семь семь шесть пять эти по населению я какой последний блин то плохо ну и раке за надо будет выносить надо вот у лёши 5 до 200 секунд даже больше ну давай может он убьется наконец ну конечно понятно ясно понятно нет но мы жмем одинаково идет одинаково их обмужаем на эту карнель знака приятно что твои я считал не хватило ну осенинка 14 она вообще легко берется на же металлоками выбралась если бед мог их и себе хотел пойти в это дело но я хочу сначала хоть немного развить города потом чекану пойти а потом кстати и русского заодно руку возьму и ракеза можно и волной на русского с 1997 года двагис выпускает одноименный электронный справочник с картой городов кстати это компания из новосибирска кто и не знал двагис знает народные места хитровку в москве пять углов в санкт-петербурге тещин язык в новосибирске или домино в екатеринбурге а в некоторых городах есть даже специальные слои цены бизнес-ланчей точки доступа к вай-фай и многое другое важное качество сервиса актуальность и полнота данных справочники обновляются постоянно а недавно вышел полностью переработанный мобильный 2gis для всех платформ заходите на 2gis точка ру и совершенно бесплатно скачиваете давай хорошо что я этим мрамором торговал вот отчастнейшими чем он умер под крепостью же хорошо шуми брать дальше тут не прав согласен здравствуйте назвать вот как это назвать там пожимаем одинаково идет лак потом ты отходишь только потом мой юнит ходит и но сейчас как просто видишь я предугадал что ты пойдешь этими винитом нет ну лак то идет одинаковый до того как все пойдет слушайте какой мне полисит брать ну честь может реально в честь пойти вообще будут генералы в два раза быстрее класс там не хочет поменяться редкими ресурсом с кем со мной у меня тут счастье просто маловато стола ты кто акте кину предложение ты поверили на дорогах а это я не вижу за не значит примут еще кидал и кто-то мне не ответил нафига эту дорогу поставил я даже не помню когда а у датчанина столица в ту же сторону смотрит на то же море что и твой кут что и твоя куска нет она как раз таки через полуостров длинная даже не знаю если там через 2 проплыв нужно от аргуса плыть наверх и оплывать полуостров если там люди значит поплыва нет только с другой стороны может быть но аргус и каупанк или не знаю как он правильно произносится по-русски берутся с глясами да так как видите с этой стороны проплыва ко мне нету слава богу тут никто значит я могу с моря бояться только датчанинам вот надо идти и смотреть иди и смотри прям по фильму так так уже четверых я смогу опнуть вот у меня 1 2 собственно 3 и вот 4 будет отлично и дальше я начну уже просто чекану строить жалко немного денег но сколько есть так найти наверно тут построим лесопилку так а здесь шахты гуанчжоу давай подожди и кстати опять же чтобы биохата затормозить немножко можете там с ними редкими лес не торговать и все такое проще у него там я с ним не торгую не ну мало кто ничего то то что тут по люксам все плохо прям совсем вот на два города к примеру у меня один люкс зато в количестве раз два три пять ходов пойду дальше тут собственно тут сгенерирую буду отсюда все таки атаковать уже туда далеко везти кельток по развитию вырвался да все потому что другой традиционник на войну отвлекается а шокер через традицию ну не знаю но эфиоп а по ли я сам уже кельта встретил ну через волю а не так и через в руки ну почему то ли я не родился традиция традиция вон пять кельт врет да ясно а я кельта и игроки запутал так что короче власть если ты не заканчиваешь ход то все нормально заканчивается так понимаю да видимо так видите власть еще разу не вылетал знаете почему как как все просто оказывается все просто даже додуматься на этого надо эти цели повезло в том плане что в нее играют умные люди которые могут сопоставлять причину и следствие и находятся эти вот все спасибо находят все вот эти причины багов и когда эти шаманы с бублем определенные танцуют что цивилизации по-другому сложно на все игры как игры цивилизация вот принцесса так отправлю в генную о как раз она хочет чудо ну принципе тут кое-как отбиваюсь но недолго осталось видимо интересно как же ты отбиваешься сети осталось недолго но то него что и кое-как так я просто думал сначала пойдет он берет авто степени города перед столицей чтобы я там был еще меньше винтов и войск столицу осуждает так наземный караван куда можно отправить подороже шанхай генуэ нанкинген может все-таки еще один караван на золото так построить ну и только из столицы на юзале и свету другие города уж и запеки мир сам меня недолго лучше неплохо кто еще хочет караван генуэ и все да я подумаю у нас и филе не надо выходить так когда у меня хоть что-то остается он отправлю в иерусалим так и что у меня еще хотят гэгэшки город он хочет далеко генуэ торговый путь и чудо чеченица антана на риву радует меня чеченица у сириуса да га хазов может там к сириусу хочется плавать через море там проплыв должен быть у тебя раз лёшка тебя добыл как-то не манчо не ну серьезно просто как бы но смысл мою старик захватывать поганое место а смысл я сейчас останавливаюсь уже хотя бы снял пойти там лидеру поднагадить вместо чтобы меня мучить в этим фейн 12 ты там без церкви мы сейчас сады что ли решил переправиться они сочетку какой воды здание привода два хода до чекану сириус так отодвигает от себя всякие так кого с этим вот кель то я еще не увидел пришел пограбил ушел обратно ну ладно это ничего не изменилось так два хода тут дорога строится я похитился чисто денежку получил и меня устроило так пока мне рынка уже не надо печаль давайте-ка а эфиоп от кельта вообще далеко хотя как так относительно конечно а это у кельта уже 26 процентов науки да ну да у кельта все на первом месте у кельта раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь городов все кроме армии но он очень рано вынес кого он вынес я уже забыл голландца естественно там сид развивается спокойно я думаю например датчанин если он вынесет инка то надо будет потом собираться плыть просто через море к кельту там через низ можно проплыть не знаю ну я скорее у ракеты спрашиваю да можно генуя вот бред это ну ё-моё моё нить не успел по двумству уже переплыл 319 а у меня метких луков нет не демография мне нужно а раз два четыре по крайней мере у него бонусов поменьше это 280 то есть я могу 40 даже не 40 а 60 потратить сейчас 65 нет ладно подожди не отходим но очень медленно и вагаем рельсам у меня повысился пинг свинксов либерти 800 у меня уже 5 секунд сейчас валится вообще нет ну у меня уже уменьшился с ним пинг ну вот теперь теперь свинксов либерти проблемы мы отдай отдай вымпел влаз влаз вымпел отдай винксов либерти теперь он у нас пожалуй не буду пагоду покупать столицы вам покупай кстати там конец религию раздать надо вам ну мне надо твоя если инка религию я откажусь да ну тогда что то я тебе давно просил сейчас там если успею а что тебя уже забирают вообще нет ну у меня просто накопилась религия почти на этого чувачка миссионер а католицизм это чья религия да блин там кельта ссоре вообще в шоколаде полностью а католицизм это плюс 15 процентов к производству да это это эфиопская афиона на кельты переползла уже или чё нет почему не переползла окей как тут просто био наконец стасеял переплыв и видимо это все либо он сейчас крепость грабит либо он переплывает юнитами и тут просто все заполоняет ими все такое прочее а а а а а форнус нашелся резко так ремки 3 ремки много 3 ремок 1 заход строится так что меня вполне тут устраивает чтоб камере не дать себе переплыть нет разве я буду апать 70 так 70 да да а уже не одна 208 от него 64 я могу потратить я заход у тебя 65 стоит и три половинка нет я тебя еще немножко еще не тут к сожалению только до одной рыбки дотягиваюсь отсюда по счастью ты там поднялся да поднялся ого генерал еще один а мой где эх эх ну ладно так пойду строить дорогу к ракезу ого да как нет эх эх а а эх эх Вот больше не приправлюсь тут с этими триллерентами. Этого хватило, чтобы мне тут подгадить с производством? Кстати, между прочим, есть проплыв между двумя краями карты. Вы видели Адву кто-нибудь? Ну, так ты же через него и проплыл, да, Леш? Нет, почему? Я же на вашем континенте. Ну, слушай, мы на одном континенте, я имею в виду в ту сторону, вот, к тем, которые с самого лево, есть проплыв к тем, кто с самого правого. Леш, тебя перестало быть слышно в дезападу. Ну, я просто решил, что вы недостойны меня слушать. И выключил. Ну, все, тут уже собрал, вон, 4 берсеркера. Думаю, ты сейчас осилишь эту крепость. О, Нотр-Дам очень хорошо для меня построил ирокез. Тем более, что я с удовольствием заберу. Скажем, так осилим. Ну, да, это все, пожалуй. Так, тогда нужно не забыть еще все продать. Ну, кстати, ты на меня сколько, 3 генерала потратил или 2? 2. Ну, на кое они мне еще нужны будут. Я даже не знаю. Не знаю. Шамчик получил заодно. Что получил? Шамчик. Ну, да. Ну, а что, как умеет еще вариант, собственно? Куда Китай пошел? В сторону Инка. Да нет, он ирокеза хочет захватить быстренько и все еще тут. Инка, ты захватываешь. Инка, что там у тебя? Можем помочь нам заходить. Ирокеза. Но... Вернее, это кельт солдатами. Я деньгами. И как мне нужно это было спрашивать, ходов 20 назад, я об этом просил. Не знаю, может, русскими поможет чем-то. Не, это про Ирокеза. Сейчас Ирокезу вопрос, а не Инку. Инку уже не помочь. Да, сейчас выратишь. Я не слышал, чего там, да. Ирокез тебе помощь предлагают. Нужна тебе помощь? Какая? Военная. Ну, ты не скажи, какая ты должна помощь. Ну, давай, да. Не отказался. Ирокезу, ты очень, очень интересно, нафига ты помогаешь Ирокезу, если у тебя под боком есть кельт, который по всему тебя опережает. Ну, потому что он тоже собирается помогать Ирокезу. Так он собирается помогать, чтобы у него не было конкурентов никаких других, понимаешь? Я понимаю. Он хочет меня выключить, он будет один самый сильный, потом тебя вынесет и так далее. Тебе не кажется, что должна быть какая-то равновесие в игре? Уравновешиваться. А если он завяжется, завяжется на помощь Ирокезу, то, как вариант, реально, наверное, это было. Завяжется на помощь Ирокезу. Ты много игр видел таких, да? Такие люди увязают в помощи и все, и никуда не развиваются дальше. Ну, давай, что-то про лак опять. Блин, что, ни одного не убью, что ли? Эх. Ну, ладно. А, у меня еще железо включилось. Тут печать. Это я лагать начал. Так, три. Мы все сделали. Тоже пойдем Дорогу строить. Так, вон скаут Ирокеза. Так, кому сколько я там золота должен? Напомните, кто мне скидывал? Мне, Косарь. Ну, ты там свою получил уже. Я помню, Эфиоп меня скидывал, а кто еще один? Ирокез. Ирокез. Ну, вот именно, что вам не воевать до арты, а развиться какой-то из вас лучше должен. А я вижу, что развитие лучше у Кельта. Так, вот, Ирокезу 60. Ирокезу вход у меня в Интердам, который должен был достроить. Хотя у меня вот ход с отдаст китайцу. Так, я не думаю, что он прям так просто отдаст китайцу сейчас. Еще, дай заодно на твою столицу глянуть. Одним глазом. Давай. Вот все, с долгами рассчитался, в общем. У тебя в куску житель умер? Ну, с кем не бывает. Я тебе больше скажу, там сейчас еще несколько жителей умер. А, ну да, кстати, клетки-то кончились. Да. Ну, Эфиоп так жирно живет, надо сказать. Сохранение жителей. Да, я говорю, у Эфиопа адовая, я вообще сейчас посмотрел, вообще офигительная. Ну, такая просто... Ну, как, она захватывается, наверное, с земли очень быстро, но... Ну, кофе, нет, я не об этом. Там просто три пшеницы, вино. Если у него еще там, я не знаю, что там за религия у него есть, нет? Ну, я смогу хоть одного убить, да. Понятно. Не надо, зачем-то. Жалко цирка продать нельзя. Био, а как ты посмотрел мой оскорбок? Какую историческую историю? А кто говорил о истории Офиопа? Кто, Янг, по-моему. Ну, кроме этого еще кто-то один говорит. Кто-то еще Кроменко говорил. Я говорил про ад. А, про ад. Это первый по демографии сейчас, кто, собственно, Эфиоп или Кельт? Кельт, конечно. Кельт по всему, и Эфиоп наверняка на втором месте где-то по всему. По населению, по еде, по производству, по золоту, по земле. Кельт по всему, и Эфиоп. Кельт по всему, и Эфиоп. Как? Ну, сможем видеть. Что-то сегодня какой-то день. Мне соседи стали, сверху стали заливать. Все, я побежал, извините. Да, я слышу. Сохраняй. Сохраняй. Блин, какой-то трэш просто. Бегом! Спасай картины, кота в тазик. Может, сегодня полнолуние? не знаю что метод свет не отрубали у меня тут он весь подоконнил биоды сохранил а я ж хост точнее забыл ничего выходим ну да видимо ждем когда вина свернется или это кто видел что-то был но видимо да да ты послужил макий а можно в доме в два дня без воды жить вообще но это про горячую или смотря где нет это обычно вода то есть всю воду перед вообще просто без воды до неделями живем без воды вообще не знаю как вас неделями без воды ну я помню нас какой-то лет и короче отрубали но это стандартно летом же отрубают или у вас как ни у кого не отрубают так не ну только горячую если это у нас у нас помню отрубали как-то с примеру на все лето кстати выключают горячую отлично слушайте вот мне просто не вы мне объясните зачем россии например ехать в там в сирию бомбить там сирию да или заниматься донбассом почему невозможно сделать чтобы в архангельске не отключали на все лето горячую воду например вот просто просто обычную вещь я не мог зайдет а да извините когда тебе дается просто новость и так сколько там таймер 242 40 окей а вот когда первый раз сейчас посвящаюсь неплохо а по поводу сирии на самом деле я не знаю что там происходит конечно же но в целом я думаю что для россии ну для достаточно важно чтобы войска там просто были определенные чтобы более-менее контролировать что там происходит какую-то хоть ситуация сразу потому что что бомбиться будет не только и гил но и как бы те кто предстоит асаду ну как бы они тоже сейчас сейчас же турки они же прям открыто говорят что они бобят и курдов которые там и ну ребят вообще всех эти все проблемы еще идут того что изначально ребята как это вы можете быть немножко приземленнее вот я и вы извините что я говоришь на вход до переход не закончена зачем вы сиди в квот там не торились подожди ты откуда вообще старились провели старились а ты откуда торились ты откуда из архангельска что нет я из москвы из москвы но у меня в архангельске сейчас отец почему вот тебе сидя в москве или почему мне сидя в вообще должно быть делать до сирии воду или по что скажу сказал нет я не знаю там мне кажется проблемы там проем как это сирии меня не очень волнует я могу сказать только то что с точки зрения российской федерации например саудская аравия который находится ниже сирии она говорит что в случае смены и перехода к власти оппозиционеров сирии мы проложим газовую трубу там как какую-то в турцию соответственно получается что американцам и европейцам очень выгодно на самом деле смена режима вот поэтому те войска которые там есть они разумеется выполняют оплённую функцию а с точки зрения россии это очень невыгодно потому что если через пару лет наш вентиль перекроют то мы вообще в полной задницы окажемся потому что мы сильно это вентиля и очень глубоко вот и все поэтому нам так может надо спрыгивать с вентиля вот в этом надо решать проблему сделать за это самая по-моему большая претензия по камере личный маяк вот к правительству потому что они нихера не хотят с этого вентиля спрыгивать это у всех такая претензия вот вы вы в этом и проблема понимаешь никто никто не говорит что великая там что россия невеликая держава и так далее и так далее надо решать внутренние проблемы и экономически а потом уже вот заниматься войной сейчас отдать сирию грубо говоря то внутренних комиссий фрагмент будет еще гораздо больше ну нет это не так существо дать сирию когда вообще наша была я не пойму она не наш я же говорю вопрос только в том что нефтевентиль грубо говоря могут проложить не только мы сможем проложить а еще и саудовская аравия с точки зрения внешней политики это очень невыгодно если вдруг европа получит хорошего подпитку энергетикой да с откуда-то кроме россии то для нас как для одну страны это очень все что внешне экономика очень большой провал будет и поэтому я думаю что все вот только с этим связано все насрать на асад на самом деле на вообще на все это ну так то да и там как что асад что его противники они одинаково плохие люди ну я это уже полностью со всем этим согласен но сначала опять же надо решать за ног внутренние проблемы я же это же совсем этим говорят уже совсем этим согласен надо сначала решать внутренние проблемы а потом уже идти на внешне и вот это вот все мне кажется что опять кончится все тем же что все окончится опять тем же, что было и с Советским Союзом, с Афганистаном. Ну да. Кстати, вот лично я считаю, что в свое время из Афгана, конечно, войска убили, это не очень правильно. Было в смысле именно наркотрафика и того, что там сейчас происходит. Так, а я долги раздал, я забыл. Ладно, вроде раздал. Раздал, раздал. Наверное, тут будет и ракет, вот прямо здесь, собственно, и ставить город. Так что, ему надо отходить отсюда. О, могу дуболому в столице построить. Так, нуфига мне здесь... Надо везде чекану строить. А у вас как там вся война проходит? Ну, так. Помощи бы не отказался. Так, я тут не вылетел, значит, Циву зависло. Я бы тоже от помощи не отказался. Ну, я, как бы это, от меня помощи не ждите. Так, Сириус, я тебя в прошлый раз спрашивал по поводу этого мира. Власт, ты отлетаешь, кажется. Эта серия завершена. Продолжение через день или два. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться моим видео, если оно вам понравилось. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...